Оказывается, формально это не запрещено. Более того, полиция такими делами не занимается, а значит, бизнес может процветать. Программа «Обратный отчет» искала нелегальных торговцев с тероидами, но оказалось, что они вполне себе легальные. Расследование Дианы Спыну. Что такое большой спорт? Нужно годами заниматься, каждый день таскать штангу, и то результат не гарантирован. А можно подсесть на химию, и тогда мышцы начнут расти, как на дрожжах. Это момент великого стыда. Я подвела тех, кто в меня верил. Это исповедь знаменитой бегуньи Мэриан Джонс. Она признается, что принимала стероиды в течение двух лет, когда готовилась к Олимпийским играм в Сиднее. За это ее лишают завоеванных медалей. Трех золотых и двух серебряных. Джонс становится первой спортсменкой, которой дают срок за применение допинга. Шесть месяцев тюрьмы и еще два года условно. Мэриан – одна из немногих, кто решается рассказать правду. Остальной спортивный мир, как выясняется, употребляет, но молчит. Все виды спорта абсолютно все на стероидах. Для вас это новость. Бодибилдинг – это не самый стероидный спорт. Если сравнить с той же легкой атлетикой, то это небо и земля. Потому что там велоспорт, легкая атлетика – самое большое употребление. Реальность такова, что профессиональный спорт невозможен без стероидов. Этот человек – многократный чемпион Европы по бодибилдингу. Спортом занимался 10 лет. Практически все это время принимал стероиды. Пришел в качалку, начал заниматься. И в какой-то момент наступил у меня предел, порог генетического потенциала. Так это назовем. И год или два я занимался просто в пустую, не видя результатов. Потом добавил препараты и результаты вновь пошли наверх. Потом ушел в профессиональный спорт. Да, естественно, без этого дела делать нечего. Без амболических стероидов. Потому что неконкурентоспособный становишься. Если спортсмена ловят на допинге, ему грозит. От предупреждения – это на первый раз. И до пожизненной дисквалификации, если попался повторно. Как часто ловятся спортсмены на стероидах и на боликах? Ну, стероиды, на болики. Ну, в год есть, каждый год есть по случаю. Точно. Один-два – это как всегда. Стероиды – проблема не только большого спорта. На них, как на наркотики, подсаживают спортсменов-любителей. Слишком большой соблазн. Максимально красивое тело за минимум времени и сил. Практически в каждом зале, в Рижском, да, есть человек, который, так скажем, их распространяет. Естественно, это все не афишируется. Такой вот прайс-лист мы получаем в одном из спортивных клубов. Меню для культуристов. Один анаболик сильнее другого. В то же время опаснее. Гормон роста. Гормон увеличивает мышечную массу, силу, выносливость. Побочные эффекты. Тромбозы, риск остановки сердца. Большие дозы препарата приводят к акселерации внутренних органов. Треноболон-ацетат создавался исключительно для применения в ветеринарии, для наращивания массы у животных. Очень токсичен, особенно для почек. На коже появляются прыщи. Тестостерон-пропионат. Побочные эффекты. Нарушает естественный гормональный фон. У мужчин растет женская грудь, у женщин – волосы на лице. При длительном применении поражаются все жизненно важные органы. Нам попал один такой интересный список. Мы хотели, чтобы вы посмотрели, есть ли здесь запрещенные препараты. Все препараты полностью запрещены. Потому что это анаболики. Поэтому они запрещены. И они не должны продаваться без рецепта и просто с рук. Мы решаем купить один из препаратов из списка. Выбираем первую позицию – метан. Один из самых токсичных стероидов. Помимо того, что сильно бьет по печени, еще и влияет на психику. Вспыльчивость, взрывы ярости, легкие нарушения сознания. Все это – побочные эффекты от метана. Однако его чаще всего берут новички, на которых мы пытаемся походить. Купить запрещенный препарат оказывается проще простого. Продавец нас видит впервые. Но это его нисколько не смущает. Какой? Да, отличный. Топ-сет. На сход. Титрух, да? Титрух, да? А как его? Как его? Ну, я думаю, можно с одной начинать в день. Здесь, по-моему, нормально. По одной? Да. Но больше трех нет смысла. А побочные такие у него? Нет. Уже никого нет в интернете. Побочных особо нет. Ну, если с умом, то нормально. Ничего страшного. Я уже 10 лет этим занимаюсь. Сейчас я просто отдыхаю от этого. Мне надо полгода отдохнуть. Еще пару месяцев. А ты сам? Почти уже? Я уже 4 месяца посетил. И еще 2 месяца надо. Потом я саду на курсы. Что-то еще может интересоваться? Ну, хотели узнать. Гормон. Потому что, в принципе, все есть. Удивляет одно. Наш продавец ведет себя чересчур уверенно. Даже не пытается замаскировать сделку. Запрещенный препарат продают посреди белого дня. На виду у прохожих. А вообще это не западет? Как он плавит? Не плавит. Да? Ну, в Америке нелегально. У нас, либо, статей на это нет. Ну, конечно, лучше об этом никуда не говорить. Ну, в принципе, да. Пытаемся разобраться, так ли это на самом деле. Антидопинговый отдел занимается только профессиональными спортсменами. Берут анализы во время тренировок и соревнований. Продавцов химии они не ловят. Почему вы не можете ничего сделать? Потому что у нас нет таких полномочий. Это должна полиция. Выезжать туда, ловить их. А полиция ловит? Нет. А почему? Если между нами, тогда им не интересно, наверное. Не совсем так складывается абсурдная ситуация. Оказывается, в Латвии стероиды не запрещены законом. Проблема есть, все о ней знают. Службы перекладывают ответственность с одной на другую. Но продажу допинга никто не контролирует. Именно поэтому есть рабочая группа, которая пытается оценить ситуацию и понять, нужен ли закон и какой он должен быть. Потому что у полиции нет оснований. Они занимаются нелегальными наркотиками. В настоящий момент стероиды не являются нелегальными наркотиками. Пока мифическая рабочая группа разбирается, в чем суть до дела, конца и края этой мозговой деятельности не видно. Но только во время нашего журналистского расследования мы насчитали, по меньшей мере, несколько нарушений. Препаратов из списка нет в регистре лекарств. Значит, они возятся нелегально. Продают их с рук, без рецепта и тем более без чека. Также нет инструкции и гарантии, что это не подделка, а что в этой пачке на самом деле, одному богу известно. И еще, по словам самих спортсменов, стероиды – те же самые наркотики, только психологические. Да, психологическая зависимость есть. От своего нового тела, от своих новых форм есть психологическая зависимость, не физическая. То есть человек уже видит себя в зеркале совсем другим. Ему просто трудно отказаться от того, что он видит зачастую. И вследствие этого можно продолжать употреблять их на протяжении всей жизни. Конечно. Только за тем, чтобы видеть себя в зеркале таким, как он хочет себя видеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу только добавить, что целью нашего расследования было не ловить преступников, которые, как выяснилось, вовсе не преступники, а в очередной раз показать, во-первых, отношения к государству.